уважаемые друзья привет последнее упражнение финальное самое сложное самое четкое ну что погнали шайбы как обычно 3 одной работаем давайте сначала прокачу а потом уже с вами разберем что и как ну что поехали уважаемые друзья хочу сказать большое спасибо организации арене play которая предоставляет мне лед чтобы я для вас записывал контент чтобы вы его смотрели обучались предоставление качественного льда полное освещение что может быть еще лучше большое спасибо арена play я люблю вас сделали в одну сторону поехали в другую сторону и Продолжение следует... Продолжение следует... Ни хрена не легко сделать. Давайте так сделаем. Я сейчас покажу вам два варианта, которые для ботанов хоккейных. Простите, что я вас так называю, но это я любя. Вот. И для тех, кто уровнем уже повыше себя чувствует, пробуйте это делать так, как выполнял его я. Ну что, начнем. Делаем ноль, через низ соединяем, делаем восьмерку и уходим на следующую уже шайбу. Все время двигаясь по кругу. Если вы начали шайбой движение против часовой стрелки, значит уходите сами против часовой стрелки. По часовой стрелке, значит по часовой стрелке. Поехали. Начинаем. Сначала показываю для людей, у кого пока что начинающий уровень, да, кто немножечко послабже руками работает. Смотрите. Вы делаете не один круг, как я делал, а делаете два, чтобы вам было легче и вы успевали переезжать. Поехали. Смотрите. Начинайте делать круг, потихоньку начинайте двигаться, переезжать. Сделали два. Соединяем. Раз. Два. Когда восьмерку вы доделываете, подтаскиваем носком, пираем к себе и начинаете перекатываться. Снова делаем. Раз. Уже на следующий круг. Второй круг. И вы уже оказываетесь вот здесь вот. Вот у вас время, которое вы экономите, когда делаете второй круг вокруг шайбы. Снова соединили. Восьмерку. Снова подтаскиваете и начинаете движение. Когда вы начинаете к следующей шайбе подтаскивать. Снова делаете круг. Второй круг. Видите, я уже нахожусь между снова двумя шайбами. Перевожу, раз, два, снова к себе подтаскиваю с уходом на коньках. Пошел снова на раз круг, два круг, снова соединяю, раз, два. Финальная часть восьмерки, носком ее подтаскиваете, и движение у вас пошло на следующий промежуток, да? Раз, два, сделали. Надеюсь, что все понятно объяснил. Два круга, потом соединяем, два круга, потом соединяем. Так, далее, что мы с вами делаем? Теперь уровень профессионал. Делать нужно один круг, то есть успевать. Когда вы начинаете делать круг, ваше движение уже пошло. Делаете раз, два, вы практически не останавливаетесь, под себя убираете. Когда вы катитесь на другую точку, да, вы уже делаете восьмерку. Вот мы заканчиваем восьмерку, я подтаскиваю движение, делаю. Круг один сделал, уже на следующую восьмерку пошел. Снова ее, раз. Ага, запутался. Два. Вот он у вас, раз. Себя убрал, круг сделал, сразу пошел. Круг сделал, вот он, сразу пошел. Снова под себя убрал, круг сделал, сразу пошел. Постоянно, оп, круг сделал, сразу пошел. Вот когда, вот последний вариант, получается, все в динамике. Блин, очень, очень прикольно, очень прикольно, прям поверьте. Во-первых, вы будете двигаться, вот этот убор под себя. Надеюсь, вы заметили то, что все упражнения были вот в данном, в данной тренировке, в большей степени, когда вы подтаскиваете под себя, да. Когда ты едешь, на тебя защитник, бах, ты его убрал, либо на другую сторону привел, на неудобную, либо просто подпустил его под себя, убирание. Так что давайте, тренируйтесь. Про акценты я вроде бы расставил, да, разобрал упражнения, как делать для начинающих, как для профессионалов, профессионалов. У меня с английским просто все в порядке. Дальше у нас полноценная тренировка. Делаем тренировку и делаем ее с завершением, то есть бросками. Увидимся с вами в следующих видео. В следующем видео у нас полноценная тренировка. Обязательно смотрите, делитесь этим видео, используйте эти упражнения, как любители, так же, как и дети, и тренеры тоже берите себе на заметку. Упражнение хорошее, не стесняйтесь, это нормально, когда где-то что-то подсмотрел и используешь у себя на тренировках. Ну все, всем большое спасибо, всем пока, с вами был Скороход.